Продолжение следует... Продолжение следует... Можешь молиться, можешь не молиться. Понятно, что мы говорили о постановлении мудрецов, которые установили эту молитву, и поскольку нельзя нарушать постановление мудрецов, то эта молитва обязательно для мужчин, по крайней мере. Сейчас приняты женщины, так написано в наших законах, женщины молятся не обязательно в Минине, совсем не в Минине, если они не ходят в синагогу. Они свободны. Шахрид и Минху каждый день, Марьев, они свободны от этого. Но есть некоторые люди, у меня, например, из нашей семьи, из дочерей, две дочери, произносят тоже вечернюю молитву. Так вот, когда мы говорим, что это не обязанность, а право, это выглядит таким образом, что если пришла другая молитва, так написано в более общем случае можно сказать, если пришла другая заповедь, и у тебя есть выбор, ты выбираешь молиться или молитву Аравит, или делать ту вторую заповедь из Торы, которая обязательно, а заповедь молиться на ней из Торы, то имеет смысл оставить Аравит и сделать вторую обязательную заповедь, исполнить. И если в результате у нас уйдёт время, и не будет возможности молиться Аравит, то ничего страшного, выполнено за то, что заповедь из Торы. Или более обязательные молитвы – Шахрид и Минха. Как такое бывает? Такое бывает, когда сталкиваются Аравит и Минха. Как они сталкиваются? А вот после того момента, на исходе дня он кончается, ещё немножко остался, осталось час пятнадцать, и в это время по Раби Иуде уже Минху не произносят, и можно начинать молитву Мариев. Мы с вами её не начинаем, молитву Мариев Аравит, а начнём её после начала следующего дня, следующих суток, после заката солнца или после выхода звёзд. Но, в принципе, по Раби Иуде это можно сделать, и когда вот есть две таких молитвы, выбор такой, или Мариев, или Минху, то некоторые говорят, что нужно Минху, почему она более обязательная. С другой стороны, в самом Раби Иуде Минха убегает, а Аравит не убегает, его потом можно будет молиться. Тоже так можно сделать, но здесь есть такая вещь, как наступление, например, субботнего дня. Так или иначе, мы видим, что у неё особое положение, и так сказал нам Раби Ашуа, что это право. Но право, при котором заповедь эту, произносить молитву Аравит, приняли на себя все евреи, всех общин, ещё в стародавние времена. И поэтому с таким вот замечанием право, но такое обязательное право, тебе одеваться некуда. В то время, как Рабан Гамлея сказал, нет, это обязанность во всех случаях, и мы говорили на прошлом уроке, какая между ними практическая разница. Так или иначе, есть два мнения, Рабан Гамлея и Раби Ашуа. Рабан Гамлея говорит, обязанность, хова. Раби Ашуа сказал, что это право, Рашут. И пришли два учителя, Аморы, Абай и Рава. Абай сказал, что закон по мнению, безапелляционно сказал, по мнению Рабана Гамлея, а Рава сказал, нет, по мнению Раби Ашуа. И мы принимаем второе мнение. Тоже интересно, Абай, как говорил, он знал ведь, что ещё не принято так. Но в его Ешиве, в его городе был такой закон. А теперь продолжаем. И вот сейчас начинается та Агада, которая стала заглавимой для этого урока. Самая известная Агада в Талмунде. Сейчас она будет у нас с Божьей помощью прочитана. Она представляет собой, эта Агада, запись Барайты. То есть она дана как Барайта. Ну, начинаем читать. Тану Рабанан. Тану Рабанан – это всегда учили наши мудрецы. В данном случае в Барайте. Маосе Баталмит Ихад. Маосе – некоторая история, некоторые действия, события. Мы переводим как «история» с одним учеником. Баталмит Ихад. С одним учеником. Который пришёл к Раби Иошуа. Так написано. Шиба Лифней Раби Иошуа. Иошуа. Амарло. И сказал ему, и сейчас мы будем всё это читать. Когда всё это происходило? Всё это происходит в городе Явны. Там, где заседает дом учения. Я перевожу как «дом учения». Сенгидрин. Еврейский суд. 72 крупных мудреца. Всё это происходило сразу же после разрушения второго храма. Ну, то есть, практически через несколько лет. Да нет, не через несколько лет. Прямо сразу. Это явно. 3829 год еврейского летосчисления. Сотворение мира. 3829. Как видим, это кончалось в IV тысячелетии. Сейчас мы живём с вами при окончании. То есть, это был 39 век шёл. Начало 39 века. 3829 год. Сейчас мы с вами живём при окончании V тысячелетия. Ближе уже к концу, чем к началу. В это время, если мы помним, явно собрались наши мудрецы. Был такой великий человек Рабан Йоханан бен Закай. И он выпросил у римского кесаря, тогда он ещё даже не был кесарем, был полководцем, который пришёл разрушать Иерусалаем, Иерусалим, и разрушил его. И вышел к нему из осаждённого города Рабан Йоханан бен Закай. Об этом рассказано в трактате «Гетин» на 56-м листе. Я не пишу, какая страница, 56-й лист. И на первой странице есть, и на второй. Длинная такая история. И он там сказал, спросил, что ты… Он его назвал царём, кесар. Кто сказал, я этого не знаю, но когда пришли и сообщили о том, что так оно и есть, он ему сказал, какую ты награду просишь. Уж никакую награду не прошу. В то время, когда все остальные ожидали, что сними осаду с города, он сказал, дай мне мудрецов, дай мне явно и мудрецов. Город явно ближе к побережью, к западу от Иерусалима, почти на берегу. И мудрецы, и там мы сделаем, то есть, дай мне возможность вывести мудрецов. И там мы устроим Ешиву, Кололь, Сенгидрин, и он ему это разрешил. И там обучались также ещё и простые евреи, не только мудрецы. А во главе Сенгидрина сейчас стоит Наси, это глава учащегося Израиля, все, кто изучает Тору, Наси, Наси, вообще князь. А чуть ниже его по статусу Авбейдин, руководитель, лидер Равинского суда, Равинского, всем из-за человека. И в эти дни разрушения храма, когда храм был разрушен, Наси был Рабан Шимон бен Гамлиэль. Так звали его, Рабан Шимон бен Гамлиэль, а руководителем суда как раз и был Рабий Юханан бен Закай. И после разрушения, прошло совсем немного времени, когда уже явно заседали, на должность Наси затупил сын Рабана Шимона бен Гамлиэль. Звали его Рабан Гамлиэль Шейни, Рабан Гамлиэль, Шейни, потому что был его дедушка тоже Рабан Гамлиэль. Потому что отца звали Рабан Шимон бен Гамлиэль, зачем он сейчас дедушка? И Рабан Гамлиэль, этот Рабан Гамлиэль, который участник нашей истории, он был пятый в цепочке мудрецов, династии мудрецов, которые происходят в первом поколении, Ильэль Азакэн, он всё время храма жил, но они все жили время храма, кроме последних этих двух. И здесь Наси, Рабан Гамлиэль сегодня будет, Шейни, его ещё называют, знаете, очень часто в разных местах Гемары, потому что нужно знать об этом Рабан Гамлиэль, да явно, да явно, это значит из города явно. Потом был ещё Рабан Гамлиэль в этом поколении, в этой династии. А вместо скончавшегося умер человек, прям буквально на днях перед этой историей, Рабан Йоханана бен Закайев стал Раби Йавашуа, крупнейший мудрец Раби Йавашуа, который по возрасту был много старше Рабана Гамлиэля. И написано в наших книгах, и где ещё написано, Тасептана, трактат Брахот, вторая глава, там написано о том, что в первое время занимались мудрецы тем, что они занимались церквей кегаль, нуждами еврейского народа. Тяжёлая была ситуация, очень тяжёлая. Римляне нас убивали сразу после храма разрушения, продали многих в рабство. За мудрецами была объявлена охота, и только когда явно собрались, какая-то была маленькая передышка. И поэтому занимались они, я бы сказал, упорядовочением еврейской жизни. С точки зрения Аллахии, потому что все жили по еврейскому закону, а мудрецов других не было. И этим они занимались, и написано было, что у них не было времени даже на свои личные дела. Перевод этой фразы означает, что они даже не могли молиться, не было времени на молитву. Они занимались всё время именно еврейскими делами. Но затем они уже приступили чуть-чуть, упорядочилась жизнь, и они приступили к упорядочению закона, систематизации закона, собиранием его, принятию решений по большинству и так далее. И вот это вот время, когда было очень много разных мнений и расхождений, и разброда, надо было консолидировать оставшихся мудрецов вокруг Наси. И этим занимался Рабан Гамлель. Он был человек, полный праведник, мудрец из мудрецов. Многие говорят, что у него методы управления были жёсткими. Но это и необходимо было в то время для того, чтобы не было шатания, то, что называется сейчас, чтобы был авторитет власти, а потом наступит время, когда и настанет время для демократии, это я от себя добавляю. Сейчас это время и наступает. Вот сейчас будут свергать Рабана Гамлель. «Пришёл один ученик, и кому он пришёл? Шиба Лифнея Раби Ашо. Тану Рабанан Маасеба Талмиты Хадда. История про одного ученика. Шиба Лифнея Раби Ашо. Лифнея – это к. Лифнея вообще-то перед. Пришёл перед Раби Ашо. Переводим как к Раби Ашо. Амарло сказал ему. Амарло, это всегда будет, и сказал, и ответил, и спросил. В Талмуде всегда Амар. В главном случае спросил. Тфилат Аравит. Ршут Охова. Молитва Аравит, к которой мы молимся вечером, это Ршут. Право Охова. Я перевожу как «не обязательно или обязательно?» В таком ключе, потому что сейчас на эту тему будет разговор. Амарло, я сказал ему, Раби Ашо, к нему пришли с Шилат Равв, с вопросом для Равина, и он ответил. Ршут ответил. «Ба Алифны Раби Гамлиэль». Рабан Гамлиэль. Он не успокоился и пошёл, ба, пришёл к Рабану Гамлиэлю. Амарло, Тфилат Аравит Ршут Охова, и сказал ему, спросил его, молитва Аравит, обязательно или не обязательно? Наоборот, не обязательно или обязательно? Надо сказать, что эта вещь непростая – прийти к одному Равину, получить ответ, а потом пойти к другому Равину, ожидая, что тот скажет другой ответ. Есть такое подозрение, что он знал, никто не скрывал, какие мнения у Раби Ашо и у Рабана Гамлиэля есть на эту тему. Я очень задаю такой вопрос, почему он сначала пришёл к младшему по званию, а потом к старшему, и можно ли так делать? Есть особое положение, согласно которому вообще так не делают. Запрещено после посещения своим вопросом посещение одного Равина приходить ко второму. Потому что может возникнуть ситуация, когда у них разные ответы, и ты, получается, выбираешь, какой тебе удобнее, какой легче и прочее. Так не делают. Особенно, когда вопросы практические – это закон, одно случай жизни. Если вы пойдёте, можете прийти, посоветоваться к Равину, можете прийти и сказать, я хочу посоветоваться, что Равина скажет. После этого я пойду к такому-то Равину. И прийти к Равину и сказать, вот я с таким-то советовался, советовался. И у меня вот что сказал, что скажете вы. Но, в принципе, здесь маленькая опасность есть. Не ходит ли человек и не выбирает ли, что ему будет удобнее. Хотя, с другой стороны, есть такая вещь, как еврейские мозги, штурмовой мозг, мозговой штурм. Человек приходит, и пускай мне дадут Равины разные, накидают разные ответы, решение моей проблемы. Но, знаете, что вообще-то в еврейском мире так поступают. Приходят к Равину и делают, что он сказал. И на том только основании, это важный момент. Что если Равин сказал, и это Равин настоящий Равин, праведник, мудрец, и заслуга у него есть Торы, которую он изучает, да, он мудрец, то есть такое положение, что небеса ему помогают. Небеса сделают так, что его совет окажется хорошим советом. Сейчас после этого урока у нас будет запись, или у нас это было, да, будет запись урока, которая называется «Давать совет», Равинский совет. Как раз тема того недельного раздела, где я нахожусь сейчас здесь, в моей реальной жизни. Так или иначе, эта песня непростая. И небо помогает Равину, мудрецу, праведнику. И когда он говорит, ну, жить этим путём, небо, чтобы не оказались его слова ложными, неправильными, делают так, чтобы они смылись. Поэтому нельзя ходить по Равинам. Ещё заодно такое соображение его нужно узнать. Так или иначе, он пришёл к сначала Раби Ашуа, а потом к Рабану Гумлиэлю и задал им тот же вопрос. «Тфилат Аравид Ршут о Хова?» Так он спросил. Сказал ему Рабан Гумлиэль, Амарло. Написано Амарло. Рабан Гумлиэль, Хова. Кто сказал Амарло Ршут, Рабан Гумлиэль сказал Хова. Амарло ученик. Внимание, очень важный момент. Сказал ему ученик. Чего-то сейчас он продолжает. Ну, хотел услышать, узнать. Услышал. Есть подозрения. Нет, это правда, совершенно точно. Он совершенно точно знал, кто что ему скажет. И вот ради этой фразы он с вами пришёл. Какая фраза? Амарло. Вахало Раби Ашуа Амарли Ршут. Вахало разве не? И разве не? Раби Ашуа Амарли Ршут. По-русски так не очень говорят. Почему? Потому что, ну, один говорит одно, и я говорю, а разве тот не сказал так-то? Это очень культурная, красивая фраза. На иврите это нормально. В Толмоде это нормально. По-русски скажут так. Хм, интересно. А вот такое-то мне сказал по-другому. Вот какой он мне сказал. Это тот же самый смысл. Амарло сказал ему, кто? Рабан Гамлет. Сейчас мы увидим, где он это сказал. Всё происходит в доме учения. Прямо внутри этого здания. Прямо перед началом занятия. Что он сказал ему? Амтен, подожди. То есть, подожди, не надо. Он не пришёл и уходит. Он пришёл на занятия. Он пришёл, спросил вопрос. Он говорит, подожди с моим ответом. Ответ я тебе уже сдал. Хова. Ну, подожди, что сейчас будет? Ты сказал, Раби, а что он сказал? Сейчас выясним, что к чему и как. Амтен ад до того, как ше их несу войдут болей тресинны. Или бейд-гамедраш. Болей тресинны, или бейд-гамедраш. Если вы эту фразу прочёте любому израильтянину, который не изучал Толмод, он услышит знакомое слово тресинны. Правда, произносится как тресиммы. Тресиммы – это жалюзи на окнах, которые опускаются, закрываются всё это тресинны. То есть, некоторая вещь, которая охраняет окна. На самом деле, значение у этого слова, что щиты. И поэтому болей тресин – это не владельцы жалюзей, жалюзи на окнах. Это называется щитоносцы. Есть такая должность в военных частях Древнего Рима. Были копьеносцы, щитоносцы и так далее. То есть, с щитом могли ходить все, но такие большие щиты перед первым рядом устанавливали имя щитоносцы. Из-за них прятались лучники и копьеметатели и прочие люди с автоматами калашников. Вот они сейчас придут, щитоносцы, и ты что? Вот это вот подожди. Эмтен, Амтен, Ад, Шрихносов, Бале, Тресинны, Бет, Гамидраш. Бет, Гамидраш – Дом учения. Так назвал воины учения. Не воины. Почему они щитоносцы? Они как воины, которые хорошо вооружены. Так Раш написал Тософот. Ещё объяснили. Они щитоносцы не потому, что они вооружены как воины, а потому, что они защищают весь народ. Пока мудрецы учатся, народу только хорошо. По крайней мере, небо охраняет этот народ. Так написали Тософот. Поэтому и названы такими воителями Торы, Талмуда. Так здесь сказано. Так сказал Раш. Дальше продолжается наша Барайта. Кшенихнесу, Бале, Тресинны. Когда Нехнесу вошли, я перевёл «пришли», ну, вошли они в здание, щитоносцы эти, Бале, Тресинны. Амад Гашуэль, Вешааль. Барайта пишут всё очень коротко. Здесь нет такой фразы. Они, наверное, выяснили, что будет делать. Роман Гамблинин сказал ему. А тут мы видим только, что уже произошло. Он нам рассказал. Наверное, ему так сказал. Ты подожди, когда они войдут, и ты задашь этот вопрос мне перед всеми. А когда я дам ответ, так было положено, начинается обсуждение. Я спрошу, кто согласен, кто не согласен. Если не согласен, то почему? Какого-то он имеет право со мной не соглашаться. Это ничего не сказано. А сказано, подожди, когда придут мудрецы. Пришли мудрецы. Поднялся, как по алгоритму, который уже был разработан, этот ученик. Обратите внимание, имя его не указано. Поднялся этот вопрос. Этот человек, вопроситель, Шуэль называется, тот, кто задал вопрос мудрецам, Амад Га-Шуэль, Шуэль спрашивающий, Вэша-Аль, и спросил. Он поднялся и спросил у него. И при всем при этом, Вэша-Аль, Вэша-Аль, и задал вопрос Рабану Гамблину, присутствие всех. Между прочим, вы заметите, написано, Амад поднялся, поднялся. Мы из советских школ, у нас поднимались, когда задали вопрос, поднимали руку. Ну, скажем, ученик, предположим, господин Брук, поднимайтесь, задайте свой вопрос. Он поднимается и задает свой вопрос. Сейчас ученики задают, не вставая. Тоже нормально. Но вот в Сангедрине, в этом Медраж, нужно было вставать. Как задавался вопрос, надо было задавать его только стоя. И это учится, так написали в Дософоте, из стиха «В дворим», 19 глава, 17 стих. И предстанут два человека перед судьями. И будет когда спор, там много что происходит, и будет у них тяжба перед Всевышним, предстанут они перед судьями. И по-русски звучит «предстанут» – это значит придут и пойдут они к ним, предстанут, пойдут к ним. Нет. Им встанут. Им нужно стоять. Отсюда вот учатся, Тософоте написали, что когда задают вопрос раввину, нужно стоять. Если вы учитесь своим раввинам хевруты или узкий такой круг, да нет, даже урок, там демократические правила на всех уроках, то тогда можно сидеть. Но когда раввин дает лекцию и перед всеми дает лекцию, я не помню, что кто-нибудь сидит и спрашивал. Хотя, если сиха перед субботой, то да, тогда все сидят и сидят спрашивают, потому что долго подниматься во время серьезной лекции, где я был, всегда поднимались люди. Ну, чтобы лучше их слышать, чтобы было их лучше слышно. Амад Вешуэль, Ашуэль Вешааль, и спросил, Тфилат Аравид Ршут Охова, он как заведенный, он этот вопрос задает, какой? Третий раз. Первый раз Раби Ашуэль он спросил, второй раз Рабана Гамлиэля. Сейчас он спрашивает, это кого? Рабана Гамлиэля перед всеми. Не обязательно ли обязательно? Амарло, Рабан Гамлиэль. Тут уже написано, видите, раньше вся Амарло отвечала, тут Рабан Гамлиэль. Причем, потому что есть много мудрецов, ответил именно он. Хова, так он ему ответил. И без перехода продолжается. Амарло, Рабан Гамлиэль, и сказал Рабан Гамлиэль мудрецам. Клум еш, Адам, шехлэк бедаварзе. Клум еш, Адам, клум это разве? Или, знаете, как частичка ли в вопросе. Есть ли тут, видите, клум еш, только начинается с клум. Есть ли, по-русски будет, наоборот. Еш, клум. Клум еш, Адам, есть, в данном случае здесь, да, человек. Шехулэк, шехулэк, который спорит, оспаривает, делит на это мнение, да, оспаривает бедаварзе, который спорит на эту тему. Кто-нибудь есть, кто не согласен с этим? Слово клум в современном иврите, это клум вообще нет, в отрицательном, в коннотации отрицательной. Когда стоит в конце предложение или фраза, а в начале именно, и в современном иврите. Клум это. Есть ли? Разве? Так он спросил. Рабан Гамлея спрашивает мудрецов. Кого он спрашивает? Всех мудрецов. Есть ли тут кто? Все мудрецы ничего не говорят, не положено было говорить. Написано «Амарлы Раби Ашуа», сказал ему «Раби Ашуа», «Лав», «Лав» – это нет, «Ло» – это тоже нет. Мы сейчас, когда нас спрашивают, мы говорим «Ло», «Ребенок, а что-то не хочешь, «Ло», «Ло», «Ло» он кричит. Ну, не по правилам он кричит. Почему? Потому что «Ло» – это вообще смехотная форма, «Ло» требует продолжения. А «Лав», тот самый «Ло», только еще «Вав» стоит в конце, «Лав» – это нет, нет, отрезали. Сказал ему «Раби Ашуа», и отсюда мы видим, что «Раби Ашуа» вообще-то был кто? Меня извините за выражение, не хотел вспоминать ваше пионерское прошлое. Староста класса спросил Роман Гамрель, есть ли тут кто такой-то, кто-то не согласен, и «Раби Ашуа» сказал нет. То есть он проверил, что есть никого нет, он стоял на зал и отметил от всех – нет. Интересно, что мы-то знаем, что у самого у него мнение другое, он считает, что это «Хова», а «Ршут», а «Рабан Гамрель» сказал «Хова», кто-нибудь не согласен со мной? И «Раби Ашуа» сказал «Нет, нет, все согласны». С чем согласен? Что «Хова». Одни учителя, мудрецы, комментаторы говорят, что из уважения к «Рабану Гамлиэлю» он не хотел сказать, что оспаривает его мнение. Вторые говорят, не просто из уважения ему, он не хотел оспарить его при всех, устраивать такую разборку здесь перед всеми. И ещё добавляют, что значит разборку. Дело в том, что есть присутствовали и такие, которые могли бы неправильно понять мнение «Раби Ашуа», который сказал, что право, не обязательно. Они могли подумать, что это полное освобождение от обязанности молиться, вечернюю молитву Аравид. Но это не так. В то время, как мы сказали, что если только пришло время другой молитвы или другой заповеди, тогда можно было бы подвинуть это, а во всех остальных случаях надо приносить эту молитву. И раз так, то они могли бы ошибиться, то при всех было сказано, что нет, да, в таком случае это «Хова», как положение, которое, как исполнение указания мудрецов, мудрецы распорядились это сделать. Так, иначе он сказал нет. И как только он сказал это нет, мы это знаем, называется драма, коллизия у нас. Он сейчас только сказал ученику, и, может, даже ещё этим утром, что это Ршут, сейчас Робан Гаммель перед всеми говорит «Хова», спрашивает Раби Ашуа, ты что считаешь? А это есть, здесь есть кто-нибудь другой? Он сказал, другие есть, нету. В том числе и я считаю, что да, ты прав, «Хова». А Марло сказал ему Робан Гаммель, теперь видно, что теперь он один говорит. «—Багало», «Амру ли, Ршут?» «— Разве нет?» Чистотрицание. «— Разве нет?» «— Разве не от твоего имени Мишимха шем. Мишимха твоего имени Амру ли, сказали мне Ршут, что ты сказал Ршут?» «— Разве не так это было?» «— Амарлы» Сказал ему Рабан Гамлиэль. Раби Ашу, на этот вопрос не от твоего ли имени мне сообщили, что всё по-другому, что это Рашут. И сейчас снова Раби Ашу ничего не отвечает. Молчит. А Марлиэль сказал ему Рабан Гамлиэль. Вопрос такой, кстати, почему он молчит? Сказал он ему. Кстати, самое интересное, что сказал он ему тут же. Сказал он ему и ещё раз сказал. Первый раз сказал – это просто диалог, просто обмен мнениями. А второй раз сказал. Сейчас будет приказ, поэтому нужно было выделить. Кстати, есть ещё одно мнение, почему он не сказал… Почему он отказался мне от… Сейчас мы выясним. Сейчас мы выясним, отказался он своё мнение или нет. Сказал о Марлиэль. Яшуа. Не Амар Лэй Яшуа. Там нет цепятых у нас в тексте. Это называется Амар Лэй. Яшуа сказал ему Яшуа. Без всякого Раби, Рав, без ничего, без всяких знаний. Амод Аль Раглеха. Ваяиду Бха. Амод Аль Раглеха. Встань на свои ноги. Такое выражение. Понятно, что встань без ног нельзя. Но стой на своих ногах. Вот стой. Аль Раглеха. Не на стул. Встань на ноги. В Яиду Бха. И будут свидетельствовать против тебя. И еврейский язык здесь не требует и напротив Нэг Дэха. А Бха. Это такое управление для этого глагола. Самое интересное, что сейчас он сказал. И будут свидетельствовать против тебя, что ты так сказал неправильно. А сейчас ты отказываешься. На самом деле, ведь это же никакое не свидетельство. Он ведь не совершил никакого преступления. Он и не отпирается от этого. Поэтому, говорю, такую фразу, это как-то тяжелая фраза. Сейчас будут свидетельствовать против тебя. Оказалось, что в трактате Санедрин на 19 листе, первой страницы, там приводится эпизод, где судился царь Янай. Это было во времена второго храма. И судей был праведник Шимон бен Шетах. Потом были гонения на мудрецов. Ну, довели царя Янайя. Мелых Янай. Вот одним из переполнивших чашу его терпения, одной из каплей, было то, что Шимон бен Шетах вызвал царя на суд. Он был председателем еврейского суда Санедрина. И когда тот пришел, он сказал, встань против тебя, сейчас будут свидетельствовать. Царю пришлось встать. Это было такое большое унижение. Но, по крайней мере, нас интересует, что там на самом деле свидетельства, выражения абсолютно то же самое. И говорят, что здесь у нас в Тарактате проход. Просто использовано то же самое выражение. Рабан Гамриэль знает ту историю. Потому что здесь никакого сейчас особенного свидетельства не будет. Амат Рабиашу аль-Раглав вэ Амар. Сейчас будет свидетельствование против тебя. Сейчас придет человек и скажет, что ты сказал по-другому. Почему ты отпираешься? И прежде, чем пришел тот человек, а мы знаем, кто это такой. Это тот ученик, который сейчас только Рабан Гамриэль спросил, перед всеми Рабан Гамриэль, молитва Аравит Ршут или Хова. И он сказал, Хова, кто-нибудь против. Так это сейчас в истории происходило. И этот же ученик сейчас будет свидетельствовать против него. Но ничего не было сказано. Вот он будет свидетельствовать. И поэтому Рабиашуа, прежде чем начнется весь этот неприятный инцидент, сказал Амат Рабиашу аль-Раглав вэ Амар. И сказал. То есть до этого он, наверное, сидел. Он сказал ему, нет, лав, и сел. Можно было сесть, потому что он не отвечал на вопрос. А сейчас ему сказали, Амод аль-Раглаеха ва я идуль бха. Встань на ноги, и сейчас тебе будет свидетельствовать. И он поднялся. Видите, Амат Рабиашуа аль-Раглав вэ Амар. И сказал. Вот хорошее выражение. Это выражение, столько трактовок у него было, очень много. И много интересного смысла вкладывается. Одно из самых таинственных, как говорят, одно из самых умных и праведных изречений еврейских мудрецов. Послушайте. Сейчас кто-то будет говорить против него. Эд называется. И он будет отвечать. Илмалы анихай вегумет, если бы я не был. Если Илмалы анихай, если бы я был жив вегумет, а он мёртвый, почему есть мёртвый? Ну, послушайте сначала, послушаем, что он говорит. А этот свидетель мёртвый, который передал своё свидетельство. Ихоль может, ахай живущий, опровергнуть. Мёртвого, то есть слова мёртвого. Если я живой, а он мёртвый, если бы так было, то я мог бы возражать против него. Он бы вам осталось свидетельство против меня. Я бы сказал, почему он не прав, почему я прав. Я могу так сделать. Как живой может оздоровить живому? Как живой может опровергнуть слова живого? Это очень интересное выражение. Вообще-то в голову кому придёт, разе, сказать такую фразу, как один человек, как один человек может заявление второго опровергнуть. Ну, скажи, как оно было. Одно из объяснений. Раби Ашу жил в мире полных праведников. Он поступал по полной праведности. А именно, если кто-то против меня возражает, вернее, против говорит, что-то говорит против меня, то не надо мне соглашаться и мне соглашаться. Я уже заранее согласен. Он же не будет обманывать. Он тоже праведник. Тем самым, так и Раш написал, тем самым он показал, что я признаю свою ошибку. Я кому-то сказал, как вы сказали, уж нет. Ты или сказал, что это Рашут? Я сказал Рашут. Я признаю свою ошибку. Тем самым. Раш написал, признал свою ошибку сейчас здесь. И согласился, что молитва Аравид. Он говорил раньше, что она не обязательно? Обязательно. Хорошо. Тесов вот пишет. Нет, ничего он не согласился. Вернее, он не отказался от своих слов. И откуда мы знаем? Да потому что Аллаха по Раби Ашу, он уже это знал. Арастак не отказывается от тех слов, которые расстанут Аллахой. Но он просто проявил смирение и послушание перед старшим по званию. По должности. Но не по возрасту. Наси. А он только Аф, Бейт, Дин, главный судья, Даян. Так или иначе, он такую фразу сказал. Брать продолжается. Инцидент, в принципе, исчерпан. Так все могли бы подумать. Но он только начинает развиваться. Ая, Рабан, Гамлиэль, Йошеф, Ве, Дуреш. И было так. Ая, было. Рабан, Гамлиэль, Йошеф, Ве, Дуреш. Он сидит и толкует Тору, дает урок. Вот как сейчас наш Рабарей сейчас сядет здесь с нами и тоже будет сидеть и слушать наш урок. Потому что на уроке сидят на месте. Ая, Рабан, Гамлиэль, Йошеф, Ве, Дуреш. И толкует Тору. В Раби Ашуа, Умед, Аль, Раглав. А Раби Ашуа стоит на своих ногах. Ну, понятно, что на ногах. Где он может стоять? Как сейчас Рабарей, он встал на свои ноги, чтобы пойти на свое место. Откуда он больше не уйдет, правильно? Идет урок. Рабан, Гамлиэль, сидит. И дает урок Тору, Раби Ашуа, Умед, Аль, Раглав. Оказывается, для того, чтобы сесть, надо было получить разрешение. Чтобы встать и уйти, нужно получить разрешение. Так написано здесь. Чтобы сесть, как человеку сказано, Рабан Гамлиэль сказал, встань, он встал. Теперь, пока не скажешь сесть, он нельзя садиться. Такие правила, нечистая советская школа. Не дай бог, вообще ничего общего нет. Так было положено. Он держал всех в серьезных, серьезная дисциплина была в то время. В ежовых рукавицах, мне подсказывается, но это такой страшный образ. Дораби Ашуа, Умед, Аль, Раглав. Ад, ше, ринену, коль, га, ам. Пока все не встрепенулись. Ад, до, ше, пока, ринену. В данном случае рассердился, Рагзу. Рассердился, коль, га, ам. Весь народ, который здесь присутствовал. Оказывается, здесь народ, кстати, присутствует. Мудрецы, названы народом. Это тоже непростая вещь. Сейчас мы можем на эту тему что-то и скажем. И народ возник, как говорят, пострепетал. Стоит человек, его обижают, никто не сажает его. Старый человек, самый уважаемый из всех. И он стоит и не садится. Причем смиренно стоит. Он не переживает, он не делает глаз. Стоит. В Амру. И народ сказал, ле хуцпит га тургеман. Переводчику хуцпиту. Был такой человек, у него имя такое было. Хуцпит. Ничего от хуцпы нету. Хуцпая – это наглость, да? Наглое поведение. Он очень просто хуцпит, переводчик. Который громко пересказывал толкование у учителя для всей аудитории. Он переводил не с мысли с одного языка на другое. Он переводил тихую речь учителя, Роман Гамлеэля. Он тихо говорил. И тергеман, переводчик, в данном случае переводчик звука, громко рассказывал это для всех. Была еще такая функция, и тоже так же называлась уже в вавилонских академиях, когда урок давали на иврите, а тергеман на самом деле переводил, когда приходили люди, была такая сессия большая, да? Калан назывался. Сессия два раза в год. Приходили учиться в академии в вавилонске. И говорили все на арамейском языке. И этот человек переводил на арамейский язык, рассказывал, что говорит учитель. Дополняй иногда своими комментариями. В данном случае просто он громко говорил. И они ему сказали. Вэ амру ле хуцпида тургеман, амод, остановись. Знаете ли слово тоже, как по-русски? Стой, встань, поднимись. Все только сказано было. Как он бы сказал? Яшуа, яшуа, амод, встань. А тут ему сказали. Кому сказали хуцпиду этому, амод, остановись. Вэ амод, и остановился. Вот здесь есть, некоторые пишут, я обнаружил, говорят, что барать на этом кончился, а дальше уже язык изменился немножко. Это Гемар уже рассказывает продолжение. Некоторые говорят, нет, она продолжается дальше. Указание. Народ не может остановить раба на Гамлеэля. Нельзя прерывать урок. Запрещается. В еврейском народе, как сказано было однажды, знаете, да? Это ты нам сорвал урок. Говорит, не было такого в еврейском народе, чтобы кто-то сорвал урок. Не бывает такое. Рабан Гамлеэля продолжает говорить, и он не может прерваться. Но народ стал кричать так громко, он просто начал кричать, чтобы спасти честь раба Ашуа. Что Рабан Гамлеэль остановился сам. Ему не приказывали, приказывать нельзя. И он остановился, это называется, сказали амод, кому хуцпиду, и он остановился. Так некоторые мудрецы, спасая честь народа, говорят о том, что здесь произошло. Ну, а некоторые пишут, да нет, это простой народ здесь был. На этом уроке присутствовал простой народ. Мудрецы, конечно же, так себя не вели. Ну, стоит человек, стоит, ну что ж, разберёмся свой круг. Мы знаем, как нужно себя вести. И правильно он стоит, и правильно его не посадили. Неважно, главное, что никто бы так не вёл, а только народ нетерпелив. Это он делает революции. Народ, не революции. Первую лицу, вторую, перерывочек небольшой между ними. И устраивает всякие телодвижения, народ. Ну, так или иначе, народ сверг раба на Гамлеле, и мудрецы согласились. Но они не были инициаторами, согласно этому объяснению. Амод в Амад, тот остановился. Амры сказали присутствующие. От кама на царей ве низель. От кама на царей ве низель. До каких пор будет обижай им и пролжаться. Это называется, до каких пор он будет пролжать и обижать его. Такая форма. На царей обижает он его. Как он думал, Роман Гамлеле будет пролжать и обижать его? И дело не в том, что сейчас происходит так долго, он обижает. Нет. Они пролжают свою речь. Брожа шана, эштакад царей. Рожа шана на Новый год год назад. Он его обижал. Дальше еще будут многие пролжения. И с раби цадоком обижал, и еще. И сейчас его обижает. А мы остановимся и скажем. Потому что нужно сказать, а что такое произошло год назад? Год назад, брыжа шана, эштакад царей обижал его. Ли цаер. Царь обижания. Ли цаер обижает. Ют Гей в конце его. Тогда разошлись во мнениях Роман Гамлеле и Роби Ашуа. Они часто расходили в своих мнениях. И когда они поспорили на тему, когда началось Новомесяч, Рож Ходыш. Это еще интереснее. Не просто Рож Ходыш. Ну, Рож Ходыш, конечно. Рожа шана. Это было Новомесяч, первого месяца тише и того года, который был год назад. И приказал Робан Гамлеле, после того, как у них был спор, Робан Гамлеле, этот спор, настоял на своем. И народ принял его мнение. Он приказал, чтобы Роби Ашуа пришел к нему с посохом и с умой, с деньгами. В тот день, когда по мнению Роби Ашуа будет Йом-Кипур, они разошлись, когда начинается год. А значит, и 10 число – это Йом-Кипур, Йом-Кипурим. Значит, сдвигается. В тот день, когда у Роби Ашуа будет Йом-Кипур, пускай он придет ко мне, а он жил за городом явным. Пускай он ко мне придет, и нельзя ходить с деньгами, с посохом. Пускай он ко мне придет, и тем самым признает свою ошибку. И он к нему пришел. И когда к нему пришел, так написано в Тракате Рожи и Шана, 25-й лист, 1-й страница. Когда пришел Роби Ашуа, Робан Гамлеле увидел его, вышел к нему, зашел к нему и обнял, и приветствовал его, называв его учеником и учителем. Учеником, потому что исполнил приказ учителя. Пришел, так и надо поступать. А учителем он его назвал, потому что сказал, что проявил высшее смирение. Только так, так, только великий человек может так поступить. Я не знаю, как это сказать по-русски. По-русски, в русской культуре это унижение. Приди, послушайте, что ему сказали. Он более крутой. Да нет, тот, кто более ведет себя достойно и учит следующее поколение. Как себя нужно в этой ситуации вести? Того нужно учиться. Робан Гамлеле не отказался от своих слов. Он сказал, ты мой учитель. Вот так бы я хотел. Уметь поступать с постановлениями мудрецов. Но он самый великий. Кто его будет приказывать? А вот сейчас, не на нашем уроке, а дальше мы будем бороться с продолжением. Он станет простым учеником. И он проявил, ему была возможность проявить свое смирение. И что сделать? И показать, что он тоже может выслушать мнение Наси. Кто-то будет новый Наси, мы узнаем, кто это будет. Так что ведь он его научил в этой истории. Да, в чем суть спора? Сначала сказал, что произошло. В Санедрин пришли два свидетеля. Раньше устанавливали месяц по свидетельствам. Двух свидетелей. Они пришли и сказали, что 30-го числа, месяца Элуль, Ламид, да? 30-го числа. Они видели новый месяц на небе. Это был на исходе 30-го числа. Но видели они его не ночью, когда можно было бы перед Шахридом объявить, что сейчас начинается, на самом деле, не 30-е Элуль, а у нас 1-е Тиши. Нет, они увидели днем. И Робан Гамлеев все равно принял их свидетельство и сказал, что начался новый вечер, новый месяц. Просто мы молились по-старому. Ну, месяц он начался. Так или иначе, они пришли, видели его не ночью, а днем. Робан Гамлеев принял их свидетельство и осветил наступивший месяц, объявив предыдущий месяц 29-дневным Элульем. А сейчас 1-е Тиши. Робан Иашува согласился с минимум другого человека. У него были, наверное, сомнения в кошерности этого свидетельства. Но он слышал, как Раби Доса, бен Урканус, или Уркунус, сказал, что странно, это неправильно, неправильное свидетельство. И он просто Раби Ашува объявил о том, что это свидетельство неправильно, вступив в конфликт с Робаном Гамлеевым. И они сказали, что эти свидетельства были лживы. А вообще-то Элуль должен считаться 30-дневным полностью. Так или иначе он к нему пришел. И вот эта разборка, есть такое слово, все происходило на уроке. И тоже поднял его Робан Гамлеев. И он стоял целый урок до конца, никто не размещался. Был первый раз. И еще в эпизоде с Раби Цадаком Бхурот, это трактат, есть такое? Они изучали, там еще не был записан трактат Талмуд, изучали законы, которые вошли в трактат Бхурот. На тему Бхурот, в Бхурот, в Бхурот, в Бхурот, в Бхурот, в Бхурот истории, в эпизоде с Раби Цадак, был такой Раби Цадак, он тоже его обидел. И сейчас тоже его обижают. Нароже Шинам, Бхурот и сейчас. А что произошло с Раби Цадаком? С Раби Цадаком произошло следующее. Он был Куэн. И Куэн пришел, Раби Цадак пришел к Раби Ашуа, посоветовался по одной истории очень простой. Есть такой закон относительно первенца Бхур у коровы, теленок, родившийся первенец у коровы, его нельзя было есть, у него был закон Корбана с жертвоприношением в храме. Его нужно было отнести в храм, и там резали, Куэну давали, Куэн его резал, и что нужно, сжигали, а что в некоторой части Куэн брал себе. Такое положение, так написано в Торе. Так вот, Раби Цадак сам был Куэн, и он пришел к нему по поводу изъяна, мума, на теле этого быка, который у него был. Почему? Потому что если есть изъян у быка, они описываются все, физический изъян, то его нельзя приносить, куда нельзя было приносить? Как жертву. А если он приносил Куэну, Куэну мог сесть. Он пришел и сказал, что есть, вот у этого первенца есть мум у моего бычка. И Раби Яшва, он пришел, Рабан Гамлеевич сказал, что вынес решение, Раби Яшва с ним не согласился, и тоже простоял весь урок. Такая история была. В чем заключался тот случай? Дело в том, что Раби Цадак этому бычку дал еду. И дал еду он в такой кормилке, которая была сплетена из каких-то тонких ивовых ветвей, очень тонких, и можно было порезаться. И бык, когда кушал бычок, теленок этот, он порезал свою губу. И он стал Бальмум, называется. Его теперь нельзя приносить. Скажите, пожалуйста, он случайно сделал или нечаянно Раби Яшва? Нечаянно, да? Он так говорит, что он нечаянно. Оказывается, было такое решение, постановление. Куэнам не верят, не разговаривают, случайно или нечаянно. Так постановили. Потому что они заинтересованы в том, что оставить быка себе. А Растак, то оставили. Но ходили слухи о том, что постановление касается всех или не всех. И поэтому он пришел к Раби Яшва и спросил, всех или не всех. И он сказал, нет, не всех. Если Талмит Хахам, Хавер называется, да, то ему верят. Если он Ам-Аарас, простой Куэн, то ему не верят. Уж такое положение. Рабан Гамлея сказал, никому не верят. Вот в чем было их расхождение. Не доверяли. Так или иначе, была история с Новомесячем, с Новым годом. Рожа Шана. И была история у нас еще с чем? С Раби Цадек. Так он сказал, ахинами царой. Та вина брейх. Идем и уберем его, поменяем. Свергнем его с поста руководителя. Мы говорим, что народ так решил. И мудрецы только присоединились. Кстати, известный историк, Рабан Гамлеель, также поступил однажды с раби Лезером, не принявшим его решения. И в тот раз Рабан Гамлеель, после всей этой истории, молился, и написано это в одном из строков, там же, Бухурот, о том, что молился, что я наказал раби Лезера тем, что он стоял не ради себя своего кого-то, а ради Торы. Для того, чтобы было лучше еврейскому народу. Но есть основания такие. Так что у нас нет оснований полагать, что он плохо поступает. Так или иначе, решили они его свернуть. Вот сейчас несколько почитаем еще, у нас несколько минут осталось, минут 10. Ман Ноким Лей. Вопрос такой он задает. А кого, каково Ноким Лей? Кого мы поставим? Лей. Его. Кого? Его поставим вместо него. Ноким Лей. Нокмель Раби Гашуа. Если мы поставим на этот поиск Раби Гашуа, Баль Масе, участник конфликта. Масе – это действие, это событие. Его назначение очень сильно расстроит Рабана Гамриэль. Написал, Раша и Мэри. Поэтому нельзя его, он участник того же конфликта. А Марша и Рашба пишут, да нет. Другая причина. Люди могут подумать, что ради того, чтобы занять этот пост, он затеял весь этот конфликт и посорился. Отсюда, между прочим, правило такое, и нужно его знать твердо. Если в любом конфликте участвуют начальники-подчиненные, скажем, после чего выясняется, что начальник был неправ, и подчиненного хотят поставить на его место, это запрещается делать. Почему? Потому что подчиненный Баль Масе его туда не ставят. Для того, чтобы люди не подумали, не сказали, что он это специально для этого и сделал. Поставим на этот пост Раби Гашуа, Баль Масеу. Нокмей Лераби Акива, поставим Раби Акиву, один из самых больших мудрецов, Дилма Анишлей, и, может быть, он его накажет, Рабан Гамлиэль, Дилма, это ответ, почему не поставим Раби Акиву. Дилма Анишлей, он его накажет, да лэд лэз хутавонт, потому что нет у него заслуг отцов, да, и которые могли бы ему против наказания. Это называется так. Обиженный Рабан Гамлиэль может быть станет молиться, жаловаться просто на свою боль ему тяжело, кому-то человеку тяжело, что его свергли, он всё делал для еврейского народа, сейчас его снимает, и он начнёт молиться Всевышнему никого, не желая наказать, не дай Бог. А с неба обязательно накажут того, кто бы послужил этой причиной. И могли бы не наказать, если бы большие заслуги были у этого человека, заслуги у них у всех большие. У Раби Акива нету, не было, скутавод, он был сыном геров, и поэтому уже этой-то составляющей его защиты у него не было. Рамбам пишет, что у него только отец был гер, Йосеф, был Яков бен Йосеф, так иначе он не годится нам, Раби Акива. Эла, ну, кмели Раби Элеэзар бен Азари. Поставим Раби Лазара, а, Раби Лазар не Элеэзар, Раби Лазара бен Азари, поставим его, не больше, не меньше. Дегу хахам, потому что он мудрец, мудрец, дегу, потому что он хахам мудрец, вегу ашир, он богат, вегу ассирили Эзра, и он десятое поколение от Эзры. Эзра Асофер – это один из руководителей еврейского народа, который вывел нас из Вавилонского плена, первого плена после уничтожения первого храма, перед возникновением второго. И гемарам приводят все эти качества Раби Эл-Азара бен Азари. Какие качества? Ухахам, он мудрец. Почему? Дегу ашир, когда ему задают трудный вопрос, он отвечает, лэй мефарик, лэй, отвечает две толкования. Некоторые написали, когда его спрашивают Рабан Гамлиэль, он знает, как ему ответить. Не все знают, а он знает. Вегу ашир, и он богатый человек. А что это означает? Потому что если нужно будет вести, да и если Итлей есть у него, вести переговоры, лэй фалухой с кем? С домом кесара, кесаря, с домом царя римского, с уставленниками здесь в наших провинциях. А в гу азаль уфалах. И он может вести эти переговоры. Потому что раньше состоятельные люди вели все эти переговоры богатые, богатые только им доверяла римская власть. Еще говорят, что Рабан Гамлиэль посылал в дом кесаре богатые подарки. И они привыкли к этому. Поэтому если человек не будет посылать, тот, кто его будет заменять, они не утвердят такое постановление, чтобы поменяли своего руководителя. Кстати, мы же пишем, Раби Ашуа был бедный человек, но его ужасно любили римляне, так сказано было. И вот как раз и можно было бы. Но в Торе тут было сказано, что он Бааль Маасе, называется, был участник конфликта, только поэтому его не брали. А он бы как раз для кесаря очень хорошо годился. Он 10-е поколение от Эзры. У него есть схуд авот. Что это означает? Да ит лей схуд авот. Де, потому что есть у него схуд авот. Веломаций аниш лей. Его не может наказать Рабан Гамлиэль. Не причинит ему ущерб своей молитвой. Повторяю, Рабан Гамлиэль не молился, чтобы ему сделали плохо. Но ему могло быть так плохо, что не хотел бы наказать того, кто был формальной причиной этого горя. А Раби Лазар Беназаре наказать небо не может. Такие большие у него заслуги. 10 поколений от Эзры. Тут ещё можно было бы много чего рассказать. Мы на этом сейчас урок прекращаем. Но мы помним, что в самом начале был ученик, имя которого не названо, который сделал вообще страшную вещь. Он пришёл с доносом к Рабану Гамлиэлю на Раби Ашо. С этого всё началось. И ещё даже и до половины не дошло. Будет всё проложаться. И вся эта история была настолько основополагающая в нашей истории. Она одна из самых важных в нашей истории. Что если бы всё развивалось бы по-другому, вся наша еврейская история была бы другая, а следовательная история всего мира. Так или иначе, мы к этому с Божьей помощью придём снова, продолжим эту барайту, как я и обещал, самую интересную году в Талмуде. Желаю вам всех успехов. Всего хорошего. Спасибо большое. Шалам-шалам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.